В Казахстане уточняют площади лесного фонда и подсчитают объемы поглощения парниковых газов. По данным экологов, в стране свыше 12 миллионов гектаров покрытых лесом территории и еще 700 тысяч гектаров неучтенного леса. Специалистам предстоит выяснить, сколько всего древесных пород, неподконтрольных лесничеством, незащищенных от браконьеров и не включенных в программы воспроизводства. Вячеслав Фитлогин расскажет подробнее. Вот здесь нужно провести инвентаризацию неучтенных лесов вдоль реки Уба. Эти леса находятся по островам в основном, но и вдоль побережья. Форсируя реки и пробираясь сквозь дебри восточно-казахстанских лесов, специалисты корректируют карту зеленых насаждений, уточняют их количественные объемы. Вот диаметр этого дерева 70 сантиметров. Исходя из диаметра дерева и его высоты, определяется средний запас леса на 1 гектар. Экоситуацию в деталях оценивают через измерительные приборы и современные гаджеты. Мы определяем полноту и состав насаждения в радиусе 15 метров. То есть вот мы видим, да? Да. В радиусе 15 метров тут высвечивается сколько деревьев, да, у нас? По расчетам международных экспертов и специалистов природоохранных служб, в Казахстане 700 тысяч гектаров неучтенного леса. И задача специалистов сегодня посчитать, то есть инвентаризировать каждое дерево, чтобы замерить объем легких природы и узнать уровень поглощения парниковых газов. Результаты такой экспертизы показывают текущее состояние незакрепленного, ни за одним лесничеством по факту бесхозного леса. Лес перестойный и существуют вот такие вот деревья, которые уже повреждены стволовой гнилью. Если эти пока еще не подконтрольные природоохранным ведомством территории войдут в состав лесхозов, здесь уже официально займутся воспроизводством древесных пород. В настоящее время на территории нашей области свыше 50 тысяч гектаров бесхозного леса. Сейчас совместно с Министерством сельского хозяйства и Комитетом лесного хозяйства решаем, как увеличить продуктивность лесоводства. Все перспективы для расширения границ лесхозов в Восточном Казахстане имеются. За последние 12 лет лес на востоке страны разросся на 216 тысяч гектаров. Кроме того, в регионе действуют 18 лесопитомников, где ежегодно высаживают до 3 миллионов единиц посадочного материала. Впрочем, подключать к лесоводству планируют и предприятия-загрязнители окружающей среды. Каждая крупная промышленная компания должна покрывать свой углеродный след. То есть, сколько они выбрасывают в атмосферу, и через лесные экосистемы они могли бы компенсировать. Программы компенсации экологического ущерба в Казахстане еще только разрабатываются. А вот лесхозы вновь набирают силу. В 2021 году лесничество Восточного Казахстана получат свыше 300 миллионов тенге дополнительного финансирования. А к охране леса привлекут больше полутора тысяч новых специалистов. Вячеслав Фитлугин и Жигер Бабаканов. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24. 4.